Катарина Лима-Силва и ее подруги теперь вынуждены считать каждую копейку, даже в недорогой университетской столовой. Девушки учатся на факультете международных отношений в городе Порту. За столиками в кафе студентки часто обсуждают правительственные меры жестокой экономии. «Это тяжело для всех нас. Правительство все радикальнее сокращает расходы. И получается, что денег у нас с каждым днем становится все меньше. Я считаю, это просто ужасно». В университете сегодня проходит конференция по теме южной окраины Европы и их экономическая ситуация. То, что Португалия сможет преодолеть кризис только с финансовой помощью Брюсселя, Катарине понятно. Но она возмущена, что европейская «тройка» диктует свои условия правительству в Лиссабоне. «Я не согласна с такими действиями. Если «тройка» решает, что мы должны еще больше сократить расходы, я спрашиваю, почему? Даже в политике эксперты Европейского Центрального банка говорят, что сокращение расходов только ухудшает ситуацию». Продавцы, как никто другой, замечают приход кризиса. Берти Феррейре и ее семье принадлежат три оптики в Порту. В настоящее время этот бизнес практически не приносит дохода, ведь для многих людей очки стали чуть ли не предметом роскоши. Население недовольно такой ситуацией, да я и сама возмущена. Сокращения, на которые неожиданно пошло правительство, очень серьезные. Мы долго жили непосредством, а теперь не можем себе ничего позволить. У нее осталось лишь несколько постоянных клиентов. Например, Эдуарда Кошта. Менеджер не видит альтернативы мерам жестокой экономии правительства. Как иначе страна сможет преодолеть кризис. «Португалия находится только в начале рецессии. Но мы со всем справимся. Правда, лет пять придется потерять. Поэтому мы все вместе должны прилагать больше усилий». Студентке Катарине приходится во многом себе отказывать. Денег на новую одежду у нее не хватает, ведь недавно снова повысили плату за обучение. Каким она видит свое будущее? «Я хотела бы остаться здесь с семьей и друзьями. Но если я не смогу найти работу, то должна буду уехать. Это было бы плохо». Более ста тысяч португальцев покинули страну только в прошлом году. Может быть, Катарина после окончания учебы тоже попытает свое счастье в другой стране. На всякий случай она уже пошла на курсы немецкого языка.